Оползень на 13-й станции Большого Фонтана. Сегодня в полдень часть склона обрушилась на дорогу. К счастью, никто не пострадал. Местные жители уверены, оползневые процессы здесь будут продолжаться. Опасаются, что в следующий раз без жертв может не обойтись. Подробности в следующем сюжете. Очередной оползень на 13-й станции Большого Фонтана не на шутку напугал местных жителей. Очевидец происшествия Екатерина Жеребцова говорит, пласть земли рухнул прямо во время строительных работ на склоне. Впоследствии его выступающей части еще несколько раз обваливались. Случился он на наших глазах и также при представителях ДОБИ Украины зафиксировали все. Все переживают как и за свою собственность, потому что это может повлечь и обвалы их домов, и под обвалами может оказаться сами они. По словам местных жителей, оползни здесь происходят уже не впервые. Только в начале ноября обвалилась часть склона. Когда-то давно здесь обвалился трамвай. Если мы помним, он когда-то здесь ходил по фонтанской дороге. Здесь сделали потом террасирование, укрепление искусственного склона, чтобы он не пополз. Таким образом, они сейчас этот искусственный склон, который был террасирован, обрезают и опять начинается, как мы видим, уже обвал. То есть мы боимся того, что обвалится из жизни людей. Виновником оползневых процессов на склоне люди считают застройщика. Говорят, тот уверяет, что якобы проводит здесь берегоукрепительные работы, а на деле строит дорогу к новому ЖК. Сейчас вот именно на этом участке производятся берегоукрепительные работы, которые предусматривают в себе строительство сначала дороги, а потом уже и так званой подпорной стены. Но предполагается, что это, так бы скажем, дорога, которая будет вести к жилому комплексу, который находится немножечко дальше на 13-й станции фонтана. Жилой комплекс Лямер, которому уже отменили разрешение на строительство. По словам местных жителей, отмена разрешения на застройку ЖК – это пока единственное, чего удалось добиться с помощью многочисленных жалоб в городские департаменты и управление. Говорят, обращались и к президенту, и в прокуратуру, и к главе Одесского областного ГАСИ Василию Буюкли. Но работу остановить так и не удалось. Признаются, что в помощи Василия Буюкли сомневаются, хотя это строительство класса сложности СС-3. И проверять его должны именно инспекторы областного ГАСИ. Но им и их руководителю, судя по многочисленным скандалям и публикациям в СМИ, это не так уж интересно. Чтобы он был взят на взятки 600 тысяч какой-то, мы в интернете считали, мы это слышали. Посмотрим, что он будет делать с этим вопросом. Ему здесь никто, понятно, мы не даем ему взятки, нам это не надо, потому что... А не факт, что ему интергал будут, и все остальные тоже не дали взятки, чтобы он за это не выступал. Проект прошел экспертизу, есть градостроительные условия, которые регламентируют строительство определенной этажности. Согласно этих, скажем, этих предоставительных условий свой контракт, вот, есть у нас вопросы, которые есть активисты, и это решают сейчас наши юристы, занимаются. Указанная компания «Интегралбуд» является застройщиком жилого комплекса «Ломер». Еще с лета из-за этого строительства не утихают конфликты. Чтобы не потерять очередную зеленую зону, местные жители еженедельно устраивали акции протеста. Дошло до того, что силой сломали забор стройплощадки. Ведь видели, что за ним, несмотря на запрет, продолжались работы. Тогда же по телефону консультант по продаже квартир ЖК нас заверил, что проблем при покупке недвижимости не будет, так как юристы все решат. Как обойдут забрет областного ГАСИ, нам уточнять не стали.